Биткоин медленно, но уверенно продолжает отыгрывать позиции. Цена монеты превысила показатель в 11 тысяч долларов впервые с начала месяца. С тех пор цены на главную криптовалюту медленно растут, увеличивая общую капитализацию. Здравствуйте, в эфире телеканала CBC программа «Экономика дня» в студии Сулитдин Багиров. О влиянии роста цен биткоина на рынок криптовалют мы поговорим с профессором, доктором экономических наук, депутатом Мили Меджлиса Руфатом Гулиевым. Добро пожаловать в нашу студию, господин. Спасибо за приглашение. Что вы думаете о рынке криптовалют? Биткоин всегда обновляет исторически свой верхний предел, то есть возвращается к своему верхнему пределу и идет дальше, то есть повышается цена биткоина. Значит, изначально надо понять один вопрос, что любая криптовалюта, в том числе и биткоин, это децентрализованная, нерегулируемая криптовалюта. То есть за этими криптовалютами не стоит ни государство, ни какие-то государственные структуры, ни банки, ни золото, никакие материальные ценности. Хотя я знаю, что мы потом еще перейдем к отдельным случаям, когда государства сами хотят уже выпускать, скажем так, эмиссию делать своих криптовалют, насколько это будет правильная экономическая категория, делать эмиссию, значит, криптовалюты и, значит, ее приравнивать или привязывать к чему-то, будь то к золоту или к баррелю нефти или к тому-то, чему-то. В любом случае, я хочу сказать и говорю, что рынок криптовалют, он слишком волонтильный рынок. То есть в прошлый раз, когда это, опять-таки, я говорю, месяца 3-4 тому назад, когда у нас был разговор о криптовалюте, общая стоимость только капитализации биткоина превышала 600 миллиардов долларов. Сегодня, после того, естественно, как биткоин рухнул с 20 тысяч до 10 тысяч, то сегодня уже можно сказать, что общая стоимость всей криптовалюты, всего рынка криптовалюты, оно достигает полутриллиона, то есть свыше 500 миллиардов. Обратите внимание, как изменился, в принципе, весь рынок криптовалют. С этой точки зрения я хочу сказать, что криптовалюты – это новая революционная технология, но есть ли за ним будущее или можно ли, значит, скажем, быть уверенным в криптовалютах? Я думаю, это лучше всего поймут и лучше всего этот вопрос будут рассматривать сугубо профессионалы, значит, финансисты и люди, которые, опять-таки, я хочу подчеркнуть, сугубо очень великолепно разбираются именно в курсах криптовалют, привязке криптовалют к какому-то, значит, какой-то валюте, скажем, пусть это будет доллар, пусть это будет русский рубль, японская иена и так далее. В целом можно сказать, что да, обычно, скажем, за последний год-два эта криптовалюта доказывает, и она возвращается на свои исторические, обновляет, как я сказал, исторические свои цены. Приблизительно, так, чтобы добавить приблизительно, в целом, вы знаете, существует от 1200 до 2000 видов криптовалют, но более 1000 из них, они опираются именно на биткоин. Вот это надо учитывать. В целом, такая же тенденция есть и в других криптовалютах, близко к биткоину, это Ethereum и Ripple. Вот эти вот две, значит, криптовалюты, они близки в каком плане, потому что общая тенденция чувствуется, и они тоже вот имеют такой тренд к росту. Во всяком случае, он прослеживается этот тренд к росту. Вот одним из факторов, которые могли спровоцировать рост цен, могло послужить возвращение на рынок китайских трейдеров, так как в Китае осуществляется более 20% криптовалютных транзакций. В целом, чем определяется стоимость биткоинов и какие факторы влияют на его определение? Я вам честно скажу, что ничем. Это, можно сказать, что большая афера, если честно. Хотя, опять-таки говорю, что это новые технологии, это революция, прорыв в финансовой системе, то есть это новый взгляд. Когда у меня спрашивают, как у эксперта, у ученого, ваше мнение, я всегда говорю, что, конечно, криптовалюта, вне зависимости от какой, но в основном я, когда говорю криптовалюты, мы говорим несколько криптовалют, о которых мы уже раньше говорили, они имеют право на жизнь. Но то, что вы сейчас привели пример, обратите внимание, почему рухнули криптовалюты? Потому что коммунистическая система Китая вдруг приняла решение о том, что очень близки к тому, чтобы остановить не только транзакции, но и вообще использование криптовалют в самом Китае. Это было несколько месяцев тому назад. Кстати, оно и совпало, кстати, совпало с тем, что рухнул биткоин. Поэтому связывать криптовалюту с какими-то особенными, вот из них, я бы сказал бы, наиболее такой предпочтительный, это эфериум. Он, опираясь на блокчейны, вот все криптовалюты опираются на блокчейны. Вот блокчейны, это есть тотальная революция в технологиях, тотальная. Я бы сравнил бы даже, это сравнение даже скромное, то, что сделал с миром интернет. Вот представьте себе, что 20 лет тому назад, так и сегодня. Вот что произошло. Вот представьте себе, что блокчейны сделают этот мир более совершенным. Сами блокчейны, не криптовалюты. Криптовалюты, это проявление, то есть базируется на блокчейнах, по технологии блокчейнов. Так вот, вот эти вот валюты, значит, криптовалюты, которые я сказал, эфериум, он служит сегодня для заключения сделок. Вы можете продать все свои активы или купить другие активы, включая нематериальные, материальные активы, именно используя технологию эфериума. Вот это называется криптовалюта умных сделок. То есть, видите, опирается она что? Опять-таки, по классическим экономическим теориям, деньги в своей сути, они должны опираться на что-то. В основе когда-то до Бритон-Вудской конференции, в прошлом веке, это было золото. Вот когда было золото, очень легко было сравнивать курсы валют. После того, как убрали золото, оно просто стало приравниваться. Обратите внимание, количество валют как изменилось. В данном случае, даже деньги сами превратились в особый товар, который покупаются и продаются отдельно от товаров. А курс криптовалюты, ее рост или падение, все это зависит от финансовых махинаций, которые творятся в основном на мировых финансовых рынках, на мировых рынках электронных криптовалют. Все это зависимость вот такая. То есть, определить, вот обратите внимание, когда ФРС поднимает ставку, моментально происходит американского доллара, моментально происходит изменение. То есть, идет рост доллара, с этим связано доверие к доллару, интерес к доллару возрастает. Возрастает интерес инвесторов. Что такое криптовалюта? Это инвестиции. То есть, вот это надо самое важное учесть. И что получается? Получается, что американские доллары стекаются либо на территорию Соединенных Штатов, либо в те финансовые институты, которые аффилированы с американской финансовой системой. То есть, этим, значит, ФРС, а точнее, скажем, экономический истеблишмент Соединенных Штатов регулирует свою экономику. Если мы сравним любую криптовалюту по таким показателям, критериям, мы увидим, что ничего такого не происходит и не произойдет. Ибо эта валюта искусственная, не имеется базиса и на что опереться. Вот это самое главное. А Китай, я вам объяснил, я сказал, нашим телезрителям, наверное, будет очень интересно услышать, что любое заявление любого крупного чиновника в том же самом Китае может обвалить криптовалюту, даже если это будет какое-то такое опосредственное предложение. Оно может повлиять или может вырасти. То есть, это надо учитывать, когда мы говорим о криптовалютах. И о Китае тоже. Вот вы отметили систему блокчейн как раз. В Азербайджане, несмотря на то, что криптовалюта считается высокорискованным активом, уделяет большое значение на технологии, на которой она базируется. Это, безусловно, система блокчейн. Какие возможности данная технология может создать в Азербайджане? Безумно большие возможности и не только в Азербайджане, а во всем мире. То есть, мы как страна, которая постепенно интегрируемся в мирохозяйственные связи. И процесс этой интеграции, хотим мы этого или нет, но он ускоряется. Потому что Азербайджан, скажем так, уже не то, что признается, он участвует и не то, что в региональных. Это уже, я бы сказал, в проектах, которые носят континентальный характер, даже двух континентов. Значит, и Азии, и Европы. Я хочу вам сказать, что у нас, да, относятся очень осторожно к криптовалютам. Вполне поддерживаю. И как член парламента, и как ученый, я поддерживаю эту осторожность. Уважаемый господин Рустамов, Эльман Рустамов, выступая, несколько раз подчеркну. Мы пока не говорим о том, что мы отрицательно относимся. Мы просто говорим, что для того, как создать, использовать криптовалюту и официально ее признать, есть такое понятие, то есть юридически эта криптовалюта должна быть признана, чтобы она юридически использование криптовалюты на территории Азербайджана или с территории Азербайджана за собой не повлекли какие-то иные юридические последствия. Для этого у нас первая поставленная задача. Мы будем развивать инфраструктуру. Инфраструктуру блокчейнов, инфраструктуру для создания в будущем, если это будет необходимо, значит, криптовалюты. Может быть не исключено, что у Азербайджана будет своя криптовалюта, как Венесуэла создала или, скажем, Малайзия, Индонезия. Я вам хочу сказать, что на сегодняшний день блокчейн-система – это совершенно иное отношение. Вы знаете, развитие вот этой технологии может, и в том числе развитие технологии в области криптовалют, оно приводит к стиранию границ между государствами. Вот представьте себе, что это такое. Я вот могу бы привел вот такой пример для всего мира. Переход на систему блокчейнов, опять-таки повторяюсь, криптовалюты – это одно из проявлений блокчейнов, базирующихся на блокчейнах. Это целая революционная система, которая носит информативность, информацию. И напоминает переход в мире к пост-постиндустриальному обществу. Сегодня важнейшим товаром в мире является информация, а блокчейн является ее носителем, или воспроизводителем, или инструментом, которым можно пользоваться. Революция может быть даже в учетах с документами, с паспортами. Любых документов, любых транзакций, любых, и в сфере финансов, и в сфере учета, и в сфере распределения, в любых сферах оно может внести революционные изменения. И этот процесс необратим, его невозможно остановить. Он идет уже. И я думаю, что Азербайджан очень близок к тому, чтобы интегрироваться в эти процессы. Мы достаточно уверенно применяем самую революционную технологию, которая создается в мире. И даже оборудование, которое покупается и привозится в Азербайджан, для таких вот проектов, оно покупается у самых совершенных компаний, и самых продвинутых компаний, и самые последние, так сказать, по последним технологиям. Это тоже я хотел бы сказать. Вот как раз-таки Венесуэла стала первой страной, которая запустила в продажу свою криптовалюту под названием Эль Петро. Власти страны считают, что криптовалюта привлечет средства из-за рубежа, что поможет стране улучшить социально-экономическую ситуацию. И насколько эффективен вообще выпуск национальных криптовалют для улучшения экономики на фоне кризиса? Конкретно насчет Венесуэлы. Полнейший развал экономики, полнейший выход экономики из мирохозяйственной системы, огромное противостояние с соседом, значит, гигантом экономики Соединенных Штатов привело к тому, что, вы знаете, в этой стране, в Венесуэле, неимоверная инфляция, дисбаланс всей экономики и так далее. И этот шаг предпринят для того, чтобы как-то противостоять, выпрямить ситуацию, улучшить ее и так далее. Мои прогнозы, скажем, не очень утешительны в этом плане. Не думаю, что не решив глобальных проблем внутри страны, это с учетом, что и цена на нефть стабилизировалась, на нефть и газ стабилизировалась. И, в принципе, общие мировые тенденции развития экономики показывают положительные тренды. Уже который год мировая экономика развивается. В целом развитые страны показывают от 1,5-2% до аж 3%. А вот такие, скажем, развивающиеся страны, но не Венесуэлла, показывают аж до 5-6, иногда до 7%. Так, но в данном случае надо сперва навести порядок внутри экономики своей страны, сделать, значит, реформы, которые приведут к балансировке экономики. А после этого уже можно прибегать к различным финансовым или иным инструментам для выпрямления или для увеличения, скажем, темпов роста и так далее. К чему все это служит? И зарубежные инвестиции и так далее, все это служит в целом для укрепления экономики, роста ее валового внутреннего продукта, так и, естественно, для благосостояния людей. Так что, я думаю, на ваш вопрос ответил, и конкретно не вижу такого особого будущего для Венесуэлы сквозь призмы криптовалюты. Вот на данный момент биткоин, как мы уже отметили, самая дорогая криптовалюта. Что произойдет, если появится лучше по сравнению с биткоин вид криптовалюты? Да, вопрос, конечно, очень такой интересный, я вам скажу. Спасибо за такой интересный вопрос. Я думаю, что пока в обозримом будущем вперед могу на год сказать или до конца этого года. Я думаю, второй такой валюты, как биткоин, ее просто тяжело будет выпустить. Потому что это мало того, что биткоин – самая узнаваемая валюта, так дело в том, что производных от биткоина, вот есть уже биткоин кеш, есть, и уже начались другие ответвления от биткоина. То есть для того, чтобы прийти другой валюте, прийти на замену биткоина, это надо будет действительно сильно поработать. Я не надеюсь, что есть какая-то сегодня какая-то криптовалюта, которая в обозримом будущем, скажем, до конца года или в течение, через год она может прийти. И в целом биткоин, как я сказал в самом начале нашей передачи, он будет удерживать свои… Есть даже мнение экспертов, которые говорят о том, что цена за биткоин может подскатить до 100 тысяч долларов. В целом это есть как пирамида, финансовая пирамида, типа как МММ. То есть я прошу наших телезрителей учесть, что это в любом случае финансовая пирамида. Да, от нее будут… Вы знаете, миллионы людей сегодня пользуются… Сотни миллионов людей пользуются услугами криптовалют. Некоторые хотят скрыть свои расходы, доходы, источники денег, транзакции, как тратиться. Другие пытаются применять криптовалюту к тому, чтобы совершать нелегальные сделки, убегать от налогов. Кстати, супер можно убегать от налогов, используя, значит, криптовалюту. А я думаю, что очень большая часть пытается выиграть. То есть мы говорили об инвестициях. Так, в этом случае я хочу уверить всех. Будут выигрывать 0,1% или 0,01% людей, которые инвестируют именно в биткоины. Почему? Потому что они могут анализировать, сравнивать. Так, для этого надо минимум где-то 100-150 критериев уметь разбираться. Ну и плюс еще очень сильно дружить с компьютером. Понимаете, это все. А вот те люди, которые наобум будут просто заниматься криптовалютами, я думаю, что очень... не думаю, что будет такой успех, скажем так. А в Азербайджане много таких пользователей? То, что первое появляется в Соединенных Штатах или в Европе, еще не успев захватить рынки этих стран или ведущих азиатских стран, буквально через две недели или месяц, они уже у нас. Будь то это телефоны, будь то это бутиковая одежда, будь то это другие товары, скажем, ненародного потребления, избранного потребления. Они первые появляются здесь. И, естественно, азербайджанцы очень любознательны к таким технологиям. Я думаю, что в Азербайджане достаточно много людей есть, людей продвинутых не в плане материальном, а в плане именно любви к тому, что к новым инвестициям, к тому, что что это надо попробовать и так далее, я думаю, есть. Но хочу сразу предупредить этих людей, что надо быть большим специалистом, чтобы играть на этой бирже. Вот ряд стран планируют узаконить биткоин. Как раз в Узбекистане создается законопроект, предусматривающий меры по правовому регулированию электронных денег и криптовалюты. Сохранит ли биткоин позицию роста в текущем году на фоне роста, так скажем, его популярности в нашем мире? Если что-то зависит от популярности, тем более сами деньги зависят от популярности, значит, все зависит от того, как его будут рекламировать, как его будут проявлять, какие будут интересы. Интересы какие будут. Я, кстати, в некоторых своих научных трудах говорил. Миром управляет группа людей, которые обладают статистические данные официальные. 1% населения обладает 51% собственности в мире и контролирует 65% валового внутреннего продукта, или, скажем, полностью валового продукта, который создается. Значит, внутри 1% существует 0,001%, который контролирует все эти материальные и, скажем, даже нематериальные активы. И, естественно, в их среде находятся и те, которые играют в эти криптовалюты. Это целая игра. Здесь ничего такого предусмотрительного нет. Но я думаю, что если вы спросили насчет Азербайджана, я бы сказал опять, что узаканивание. В принципе, это не ново. Страны делятся таким образом. Швейцария, криптовалюта, такая же валюта, как доллар, швейцарский франк, фунт стерлинг, иена и так далее. На тех же, так сказать, общих правилах. Права – это валюта. В Германии она принимается. Есть специальные структуры, которые можно купить, продать и так далее. В Японии – то же самое. В Китае – обратите внимание. Да, транзакции делают, но его до конца не могут узаконить. Во многих странах оно носит половинчатый характер. Сегодня в России начался этот процесс. Он вроде есть, и вроде он неправильный или незаконный. Но сейчас уже идут по пути того, что, хотя я говорю руководство, недавно выступал господин Медведев, и он сказал, что у него веры в эти криптовалюты нет. Но тем не менее, идя в фарватере мировых экономических тенденций, практически все страны будут тем или иным способом узаканивать криптовалюты. Потому что есть такой принцип – запретный плод сладок. Его лучше уже узаконить каким-то образом, но к нему надо внимательно относиться и более того контролировать. То есть, чтобы этот процесс не получил, скажем, повального, хотя в это тоже я не верю, повальное такое обращение, какие-то, чтобы были эксцессы для экономики. Господин Гулев, спасибо большое за столь подробную, интересную и полезную информацию. О влиянии роста цен биткоина на рынок криптовалют мы поговорили с профессором, доктором экономических наук, депутатом Мили Меджлиса Азербайджана Руфатом Гулевым. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова